Когда мы говорим о Древней Греции, на ум приходят мифы о богах и героях, величественные храмы и философские дебаты, а также демократия, ставшие основой западной цивилизации. Но среди всех этих выдающихся достижений культуры и искусства существовал слой общества, чья роль и значимость до сих пор вызывают восхищение и интерес. Это гетеры, женщины, которые стали символом красоты, интеллекта и независимости в мире, где правила диктовались мужчинами. Гетеры не просто преодолели социальные барьеры своего времени. Они оставили след в истории, искусстве и культуре Древней Греции. В этом видео мы погрузимся в мир гетер, чтобы раскрыть их истинное значение и роль в древнегреческом обществе, открывая завесу тайны над одним из самых очаровательных и малоизученных аспектов древнегреческой культуры. В отличие от своих соседей, предков и наследников, древние греки не приветствовали друг друга тем способом, к которому мы привыкли. Вместо обычного «здравствуй» жители Афин говорили «радуйся». Фридрих Ницше, который в свое время с увлечением погрузился в изучение быта этой поразительной страны, считал, что именно в таком отношении к жизни заключалась уникальность Древней Греции. Бытие граждан в эпоху рассвета демократии было направлено на достижение одной цели – стремление к удовольствию. Неудивительно, что именно в эти времена и в этой местности возникли гетеры. До XVII века эти женщины воспринимались как представительницы древнейшей профессии высшего класса, но не считались проститутками в полной мере слова. Гетеры превратились в источники радости, мус и наставниц величайших интеллектуалов своей эпохи. Гетеры были женщинами, у которых обучались искусству риторики. Их советы ценились видными политическими деятелями. Даже жены покровителей выдающихся куртизанок Гетер с восторгом прислушивались к их словам. Согласно мнению некоторых историков, именно эти страстные выступления положили начало идее гендерного равенства. И все это происходило в VII-VI веках до нашей эры, во времена культурного расцвета Гетер. Их услугами наслаждались все знатные и богемные слои Древней Греции. Среди их обожателей были такие личности, как Платон, Демосфен, Гипперит, персидский монарх Ксеркс, Александр Великий, Аристип. Философы, ораторы, первопроходцы юриспруденции, управленцы, даже главы городов обладали своей гетерой. И многие из них оставались верны своему объекту восхищения на протяжении всей жизни. Это не удивляет, учитывая, что по уровню интеллектуального развития эти женщины значительно превосходили свою эпоху. К основным характеристикам, привычкам и умениям Гетер относились. Обширное образование, включая философию, арифметику, политологию, историю. Исключительное чувство стиля и вкуса. Некоторые из них даже стали авторами первых работ о моде и косметике. Способность к ведению дискуссий, навык игры на различных музыкальных инструментах, а также мастерство в искусстве эротики и сексуального удовлетворения. Термин «гетера», происходящий от древнегреческого слова «хетерия», переводится как «спутница» или «подруга». На заре своего существования в VIII-VII веках до н.э. подобными женщинами становились рабыни, которых освободила их госпожа. Позже сформировалась целая школа куртизанок, где уважаемые гетеры выбирали из рабынь наиболее привлекательных и умных девушек для обучения их своему ремеслу. Обычно гетерами становились женщины, выступавшие против существующих в то время брачных норм. Из-за этого большинство из них не вступало в брак. Однако, если они желали, могли выйти замуж, как это сделали наиболее известные представительницы их круга, например. Аспазия, муза Сократа и единственная любовь правителя Афин Перикла. Приехав в столицу из Мегары, она не могла стать официальной женой гражданина, а ее дети, рожденные от афинянина, не могли претендовать на гражданство. Нет точных сведений о том, вступили ли Аспазия и Перикл в брак по всем обычаям тех времен, но для окружающих было очевидно, что они живут как муж и жена. Перикл развелся со своей первой супругой Телезипой по настоянию Аспазии. Для их общего сына Перикла-младшего отец добился права на гражданство, что стало редким исключением. Еще одна известная греческая гетера, Феодора, вышла замуж за византийского императора Юстиниана и впоследствии управляла государством с мудростью и строгостью. Таис Афинская, возлюбленная Александра Македонского, не стала его женой. Но после его кончины вышла замуж за египетского фараона Птолемея I, Сатера. За право оказывать покровительство знаменитым жрицам любви, обеспечивая их содержание, соперничали самые состоятельные семейства Афин. Это было обусловлено не только высоким качеством интимных услуг, предоставляемых содержанками исключительно по собственному желанию. В действительности, жилище таких женщин, финансируемое ее поклонникам, превращалось в эпицентр политической активности. В этих стенах сходились заговорщики, представители богемы, проводились советы, имеющие международное значение. Гетеры создавали места для проведения важнейших встреч, активно участвовали в них и гарантировали конфиденциальность обсуждаемых вопросов. Лояльность и верность гетер, которая выходит за рамки традиционного понимания женской натуры в истории, представляет собой особенный феномен. Эти женщины, обладая не только красотой и образованием, но и высокими моральными качествами, заслужили абсолютное доверие от самых могущественных мужчин своего времени. Великие полководцы, политики, короли, императоры, а также заговорщики и вдохновители революций, были уверены, что их секреты будут в безопасности в стенах домов их подруг. Эти женщины готовы были пожертвовать собой, чтобы сохранить конфиденциальность обещанных им секретов. Пример Лиайны, которая, согласно историческим свидетельствам, не была любовницей Гармодия и Аристагетона, но предпочла откусить себе язык, чтобы не выдать их планы властям, иллюстрирует эту высокую степень доверия и преданности. Этот акт самопожертвования подчеркивает не только их личную силу и решимость, но и высокую степень ответственности, которую гетеры несли за сохранение тайн, доверенных им. Фрина, знаменитая своей красотой, стала музой и вдохновением для многих художников и скульпторов своего времени. Она позировала Проксителю для создания его знаменитой скульптуры Афродиты Кницкой. В дальнейшем Фрина оказалась в центре судебного процесса вместе с Проксителем, обвиняемая в богохульстве. Решающим моментом на суде стало, когда ее защитник Гипперид снял с нее одежды, демонстрируя суду божественную красоту ее тела. Этот поступок убедил судью в том, что ее красота действительно была достойна быть запечатленной в статуе Афродиты, что привело к ее оправданию. Гетеры в Древней Греции представляли собой социальный слой, который выходил далеко за рамки простых куртизанок. Они играли важную роль в культурной и социальной жизни того времени, выходя на передний план как образованные и интеллектуальные женщины, способные оказывать значительное влияние на своих покровителей и даже на общество в целом. Эти женщины были не только собеседницами и советницами для влиятельных мужчин, таких как Перикл, который ценил мнение своей супруги Аспазии в важных политических вопросах, но и организаторами культурных и социальных событий. Гетеры организовывали массовые закрытые мероприятия, развлекали гостей и даже обучали рабынь игре на музыкальных инструментах, способствуя тем самым распространению искусства и культуры. Они также вносили вклад в образование женщин того времени, повышая их образовательный уровень и культурное развитие. Важным аспектом их жизни было то, что они делили ложи только с теми, кого действительно любили, подчеркивая тем самым свою независимость и выборочность в личных отношениях. Гетеры символизировали собой сложное переплетение любви, интеллекта и независимости, став важной частью культурного наследия Древней Греции. Редактор субтитров А.Семкин